Дебют Вряд ли кто-то станет спорить, что серия дебют от компании Project является, пожалуй, самой популярной в среднем ценовом сегменте. И речь не только об ассортименте бренда, но и в целом дебюты всегда славились отличным соотношением цен и качества звук. Без лишних ненужных функций, но имея при этом самое необходимое на борту. Не так давно в свет вышел обновленный дебют S-фона. Название модели нам говорит о встроенном отключаемом фонокорректоре и S-образном тонарме. Я человек простой, пользуюсь уже который год топовым Signature 12 от Project, поэтому мимо очередной новой модели пройти не могу. Так что усаживайтесь поудобнее, я вас приветствую и в этом видео расскажу о всех его достоинствах, недостатках, особенностях и о звуке. И тут есть что рассказать, ведь первое что бросается в глаза, в комплекте идет головка звукоснимателя, не Project и даже не Artofon, а японская суммика Rainer. Ее обзор есть, на канале выглядит сейчас достаточно архаично, поэтому поговорим сегодня и о ней тоже. Итак, проигрыватель с классической конструкцией, корпус из МДФ, комплектный опорный диск из стали, стол на трех опорных ножках, S-образный тонарм со съемным шеллом. Из особенностей магнитный антискейтинг, который в этом-то ценовом сегменте встретишь нечасто. Противовес регулируемый, высота тонарма тоже настраивается. Азимут без проблем, необходимый винтик расположен возле подшипника. Для настройки тонарма в комплекте идет шестигранник, под опорным диском находится субдиск, на который надевается пасек, подключаясь к шкиву двигателя. И тут важный момент, пасеков в комплекте два, плоский и с круглым сечением. Шкивов на двигателе тоже два. Проигрыватель трехскоростной, электронный переключатель на 33-45 оборотов находится внизу слева. То есть лезть под опорный диск и перекидывать вручную пасек не нужно, как это было в старых дебютах. Для этих скоростей используем строго плоский пасек, цепляясь за верхний шкив. А вот чтобы включить скорость на 78 оборотов, необходимо взять пасек с круглым сечением и надеть на нижний шкив. По незнанке я сначала использовал пасек для 78 скорости и, замерив детонации и погрешность скорости, выявил, что проигрыватель торопится почти на полтора процента. Затем, уже заглянув в инструкцию, понял, что к чему. Заменил пасек и получил хорошие результаты, которые превосходят паспортные. Особенно по уровню детонации, если, конечно, верить приложению. А почему бы и нет? Двигатель задемфирован от стола. Опорный диск весом 1,7 кг, при этом ровный, полное отсутствие люфтов как в двигателе, так и в субдиске, так и в тонарме, что благоприятно сказывается на звуке. В комплекте идет симпатичный фонокабель, который особого смысла менять не вижу, только в случае, если головка звукоснимателя поставите из топовых ММ. Сзади версии выхода, клемма для земли. Кстати, земля видна и на тонарме. Почему обратил внимание? Поскольку часто прилетают вопросы, мол, на бюджетных проигрывателях типа того же Denon DP-300 нет земли, а очень хочется. Вот вам пример, как заземлять тонарму. Далее, встроенный фонокорректор можно отключить, переключатель режима Fonoline находится сбоку от блока с RCA-разъемами. Теперь о самом интересном, о звуке. В свое время я обозрел все модели картриджей Сумика и отметил в большинстве явный японский почерк с акцентом на высоких частотах. И лишь несколько, а именно Perl, Black Perl, Rainer и Olympia отличались притемненным звуком с хорошим упругим басом, но нехваткой для меня четкости в верхнем диапазоне. Если коротко, то я не слышал никогда, чтобы Rainer играла так здорово, как в сегодняшнем Project S Fon. Упругий ощутимый бас, проработанная середина сопровождаются отличной детальностью в верхнем регистре. Обратите внимание на неравномерность теста амплитудно-частотной характеристики. До 15 кГц все идеально ровно. С 15 кГц идет плавный подъем до 5 дБ на частоте 20 кГц. То есть, имея все преимущества в басовой области, головка не потеряла детальности. При этом акцент на высоких частотах оптимальный. То есть, приятный окрас без утрирования. Это говорит о том, что фонокорректор не просто воткнули в проигрыватель, а настроили для лучшего согласования со штатной головкой. Кстати, знаете, сколько сейчас сия модель стоит? Самое щадящее предложение, что я видел, 21 тысячу рублей. А так, примерно 25. То есть, 1,3 стоимости проигрывателя ответит на головки звукоснимателя. Кстати, напомню, на данный момент официально головки сумика в Россию не завозятся. Поэтому фанатам бренда комплектный Рейнер будет приятным подарком. Сам проигрыватель обойдется в 70 тысяч. Рейнер воспроизводит от 15 Гц до 25 кГц, имея разделение по каналам в 25 дБ при разбалансе в 1,5. Выходное напряжение 5 мВ, что отлично компенсирует не очень-то высокий коэффициент усиления встроенного фонокорректора в 32 дБ. Кстати, о фонокорректоре не шумит, наводок нет, очень даже вменяемый для встроенного решения. Другие головки, честно скажу, не ставил, не проверял, есть ли заметный окрас в частотном диапазоне. Но вот звонкие АТ из 500 и 700 серии ставить, наверное, не рискнул бы. Есть вероятность получить избыток верхов, ежели даже темноватая по звуку Рейнер так красиво с ним играет. Да, головки с меньшим выходным напряжением тоже не будут хорошим вариантом, поскольку, напомню, 32 дБ в коэффициенте усиления фонокорректора это немало, но только при 4-7 мВ. Проще говоря, если найдется безумец и поставят АТ-3600, что надо еще додуматься, с выходом в 2,5 мВ снизите динамический диапазон и соотношение сигнал-шума. Которая, кстати, составляет в комплекте с Рейнер 68 дБ. Из достоинств. Неизменно высокое качество чешской сборки, не путать с чешским винилом и работа всех узлов и элементов. Очень точная шкала на противовесе. Проверив на электронных весах, погрешность составила менее 1,1 грамма. То же самое касается и работы антискейтинга. Работает точно в любой точке пластинки. Отличный звук из коробки, ввиду точного согласования головки с фонокорректором. С-образный тонарм с легкой заменой штатной и без того неплохой головки звукоснимателя. Из недостатков. Стальной опорный диск ограничивает вас исключительно головками типа MM, то есть MC вы сюда не поставите. Однако решение есть, смотрите чуть-чуть позже. С другой стороны, класс проигрывателя соответствует топовым отличным головкам от того же артофона в лице 2М Black, топовый Goldring 1042 или же сумикоаметист. Тонарм 8,6 дюйма. Я так скажу, кто любит помериться тонармами, тем уже есть смысл смотреть в сторону дебют Pro S. Там тонарм 10 дюймов. Но и проигрыватель стоит примерно на 30 тысяч дороже. Кому-то обязательно не хватит автостопа. Но и любителей полностью ручного управления тоже в наше время хватает. Поэтому отсутствие автоматики в данном контексте не недостаток, а скорее особенность. Вариант апгрейда. Головку звукоснимателя на первое время можно и оставить. Со встроенным фонокорректором ее точно хватит. Как вариант можно заменить саму иголку, она же вставка с моделей Olympia или Moonstone, поскольку они совместимы между собой. К сожалению, вставка от Amethyst сюда не подойдет. И наверное единственным поводом для замены головки является ее эллиптическая заточка, поскольку сам звук, проигрыватель с головкой и фонокорректором обеспечивают очень достойный. Далее я бы все же поставил резиновый мат вместо фетра, чтобы чуть задемпфировать стальной опорный диск. Кстати, странно, что на нем нет ТПЕ-демпфера снизу, как на опорном диске с того же Дебют Эва. Как вариант, Project выпускает акриловые опорные диски, в том числе для линейки Дебют. Их можно приобрести отдельно. И в этом случае можно уже будет соответственно поставить на проигрыватель MC-головки. К примеру, тот же квинтет вплоть до бронз. Вот, друзья, трезвый подход. Я уже не раз говорил в нескольких видео, что есть смысл выпускать альтернативные опорные диски как аксессуар, особенно тем, у кого не получаются ровные диски из алюминия. Акрил и стекло – отличное решение. Более того, если уж хотите заморочиться, в Project можно даже заменить пластиковый субдиск на алюминиевый. Внешний фонокорректор тоже не будет лишним, но опять же при замене Rainer на что-то посерьезнее. Что по итогам? Project S-Fono – отличная альтернатива в ассортименте бренда. Проигрыватель лишился части неудобств по сравнению с некоторыми моделями, приобретя несколько существенных достоинств. К примеру, S-образный тонарм – отличную комплектную головку с легкой возможностью апгрейда. Проигрыватель не потерял в качестве. Реально, никакой экономии на сборке и материалах за столько-то лет. По сути, дебют S-Fono в среднем ценовом сегменте остается фаворитом для многих виниломанов. В нем есть все необходимое, включая неплохой фонокорректор и штатную головку. Одним словом, отличный входной билет для начинающего виниломана. Правда, заплатить за вход 70 тысяч рублей не каждый себе может позволить. Тем не менее, соотношение цена-качество у Project неизменно превосходное. Не забудьте скачать сэмплы, чтобы оценить качество звука. А на сегодня у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. И обязательно делитесь вашим мнением в комментариях. Ну, конечно, самое главное – будьте здоровы. Счастливо!